Приветствуем, дорогие зрители, приветствуем дорогого Александра, приветствуем дорогого мастера ЦИ. Да, мы сегодня... Что-то у тебя со звуком произошло, только мы включили звук. Есть, да? А, есть. Все нормально? Все, норм. Мы сегодня с тобой решили поговорить странную тему, вроде и про здоровье, и вроде про образование, да? Даже не писались, давненько ничего такого не делали. И про здоровье, ну, так как ты меня спросил, чего я там писал про голодание, сразу заявлю, да, во-первых, я сейчас голодаю, но сейчас вот я сижу на воде, вот у меня вот такой стаканчик с водой, но вообще я голодаю без воды. Я сейчас на воде сижу только потому, что с тобой разговариваю, потому что, ну, не получается сильно подро разговаривать, когда ты без воды. А так я сижу, я весь день молчу, я занимаюсь своими медленными какими-то делами. Я голодаю каждый второй четверг, ну, если делать каждый первый четверг, то достаточно тяжело. Ну, в смысле, тяжело и с работой сочетать, и со спортом сочетать. Сто процентов. Да, я занимаюсь шесть дней в неделю спортом, поэтому, кроме вот этого, получается, в четверг я вот в этот голодающий не занимаюсь, и предыдущий в среду, иначе меня убило вообще. Вот, то есть каждый второй четверг я голодаю, и это продолжается 36 часов, в основном это на сухую. А почему на сухую? На сухую, знаешь, как ни странно, это легче. Ну, то есть, когда я пью, как-то ЖКТ, желудок просыпается, желудок говорит, а где там еда, что-то я давно этого не видел, ничего. Без воды, вот как-то она все засыпает, забывает вообще организм про еду, и голода я не чувствую. Психологически я чувствую, да, у меня нет ни аппетита, нету голода, я просто занимаюсь другими делами. Единственное, психологически тяжеловато, знаешь, выдержать этот момент, то есть, получается, я в среду, ну, там, условно, на ночь последний раз только не поел, а попил просто. Я всю среду готовлюсь, то есть, моя среда, еда моей среды другая, чем всегда. Я ем в основном сырую клетчатку, овощи, фрукты и так далее. Ну, понимаешь, да, там надо, чтобы все вышло, не надо, чтобы оно там ничего лежало, а момент там всяких, ну, пардон, клизмы я не делаю. Ну, не хочу я. Вот, и она сама, то есть, сырую клетчатку ешь, она сразу выходит. Соответственно, в среду, ой, в четверг я просыпаюсь, и я уже все, не ем, не пью. И следующий раз я попью, а потом постепенно начну есть в пятницу, ближе там, ну, утро и ближе к обеду я буду. Самое тяжелое в этом смысле заснуть в четверг вечером. И, как бы, знаешь, холодильник манит, он говорит, ну, кто? Привет, привет. Ты же заслужил, давай. А мне еще, как бы, довольно много по времени нужно, потому что все, все вот эти ожидаемые чудеса случаются вот в эту ночь как раз. То есть, вот весь мой эффект. И еще самое... Что за чудеса? Что за чудеса сразу? Давай. И самое тяжелое, также психологически выходить из голодания аккуратно, потому что хочется... Побежать и купить. Вот у меня мой кум, он наслушался меня, значит, он решил поголодать. Он пошел над Геленджиком, поднялся в горы, бродил там, значит, ему поплохело. Он решил спуститься. Он спустился с горы так, что кубарем погодился. Он, короче, добежал до, значит, ларька и сожрал копченую курицу. Ну, представь себе, что... Он говорит, и тут начались желудочные боли настоящие. Реально, в день выхода после голодания хочется копченую курицу, хочется пиццу, хочется пива. Причем в эту ночь обязательно это все будет сниться, что я ем хлеб, там, чебуреки, что я пью пиво. Мне это сниться будет обязательно. Я уже выучил. Что за чудеса? Но прежде всего это делаю ради гормональной перезагрузки. Ну, потому что вот организм живет в каком-то одном и том же режиме, да, я его балую постоянно. У него все есть, у него есть еда и так далее. И он как-то, в общем, расслабляется. Ну, по-моему, объективно, это не моя одна точка зрения. Мне это говорили, что для своего возраста я выгляжу очень даже неплохо. В смысле, там, наш с тобой общий знакомый, заведующий одной кафедры, на которой мы учились. Недавно захожу к нему, а он нам чуть-чуть старше меня. Я захожу к нему, да, и говорю там так и так. Он говорит, Артем, Артем, главное успеть до сорока. До сорока успеете, все будет нормально. Я говорю, Павел Евгеньевич, мне сорок три. Остановился, а потом очень быстро, но он умеет, на ходу переобулся, говорит, до сорока пяти главное успеть. Мы с ним выглядим несколько раз, по-разному, да. И вообще, мои одноклассники, как говорила Софи Лорен, меня пугают мои одноклассники. Какого хрена они такие старые? Старые, да, да. Ну, вот даже самая история, понимаешь? Ну, потому что организм как-то вообще, ну, все, приходит совершенно в другой режим. Это как, ну, как сказать, сбодрить организм. То есть у него, он как бы просыпается и говорит, подожди, а где все это время был? Мои две недели предыдущие, что вообще происходило? Ну, потому что как-то, когда вот ты спокойно и нормально ешь, пьешь, питаешься, а я такой, ну, здоровый образ жизни стараюсь вести, здоровое питание, все дела, там, по воскресеньям я иногда употребляю кое-чего там такого, ну, я имею в виду, в смысле, коньяк там или ром, в больших количествах, ну и все. То организм как-то очень убаюкивается. Он как-то все... И он говорит, в общем, не так уж интересно жить, все однообразно становится, все как-то... То есть у меня есть, конечно, цель сжигать также жировую массу, она достаточно сильно сжигается за это время, потому что как я питаюсь, потому что я спортом занимаюсь активно, и она, в общем, разрастается довольно сильно, жировая масса. То есть если бы не голодание, у меня было бы... ну, живот был бы мой гораздо больше, чем он есть. Избавиться от него нельзя и не нужно, может. Ну вот, но да, вопрос состоит в том, мешает он или... Носить домик улитки как-то тоже не очень хорошо. Да, а так как бы, ну, более-менее. В общем, скажем, в пятницу утром я выгляжу просто Брэдом Питтом, но это довольно быстро проходит. Но самое главное гормональная вот эта перезагрузка, то есть там вырабатывается большое количество самотропина во время голодания, это гормон, который и за иммунитет, и за молодость отвечает и так далее. Так что вот плюс-минус, плюс-минус описал очень кратко, очень быстро. У тебя прям реально такая система такого, серьезный подход, серьезный подход, потому что я, ну, для меня тоже, я тоже голодаю периодически. Не могу сказать, что системно, вот сейчас опять начал системно это делать. Системно лучше системно. Да, тяжело. Раньше это как было, то есть я просто чувствовал, что у меня организм устал, и я чувствую, что я сейчас могу заболеть что-то, у меня может вот насморк, что-то вот так я понял, ну, короче, надо немножко его почистить и как-то расслабить. Что я жру, я себя там балую тоже, чем есть возможность. Вот, он такой, конечно, довольный, но он, если нагрузка какая-то идет, там, эмоциональная какая-либо, там, любая идет, да не физическое, именно вот такое вот напряжение, когда он в какой-то момент говорит, дружок, я хочу и то, и другое, и можно без сахара. Да, вот, но он не выдерживает, но он не выдерживает это. И поэтому его тоже немножко нужно так это пощекотать, чтобы он так это взбобрился, вот, и пришел в себя, да. Обычно после праздников, там, например, я такие штуки делаю, причем неважно какие, то есть когда себе такой, выходишь из вот этого вот колеи какой-то режима, ритмики, то есть тебе нужно перезагрузку, да, действительно, хорошее слово, то есть обнулиться немножко надо, да, и в колею пойти, чтобы новую, вот, да, такая немножко встряска, и такой хоп-хоп-хоп, да, и пошел, новый ритм какой-то можно брать. Вот он какой-то новый, да, вот, вот, скажем, в моем случае, вот, в пятницу все какое-то новое становится в этот момент. Свежесть, да, свежесть появляется, это сто процентов. Самые классные эффекты появляются, ну, да, там, на второй день, я сейчас редко так делаю, но иногда, что называется, посмотреть ощущения, особенно в этот самый, там, подростковый период, такой вот полуподростковый, там, времена университета, мне бы интересно посмотреть изменения состояния, и как сознание, ощущения, самоощущения меняются, когда ты вот на какую-то пограничную зону выходишь, и так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я это стильно, даже вот, если в город выходишь, я стараюсь во время голодания не выходить, сидеть дома спокойно, иногда там за город туда, ну, тут есть еще пока возможность за город выйти погулять на природе, но, в принципе, даже если в город выходишь, он другой, когда ты голодаешь. То есть ты не отягощен, что ли, не знаю, не закрепощен вот в этом, где пирожок купить, где кефиру выпить, там, и так далее, как-то внимание на другое, как-то фокусируется. Да, есть такое. Вот, ну, понимаешь, вот ты, например, сейчас воду пьешь, и для меня это вот то, без чего я не могу, то есть я не особо подготавливаюсь к голоданию, то есть я ем-ем, просто потом, ага, так, у меня день, ну, пошли-поехали, и я сутки держу, то есть, ну, как бы, вот, просто сутки без, да, вот один день с утра, утро просыпаюсь, и я уже там завтраку, и пошел в новый ритм, вот. И как бы я не особо себя в этом плане напрягаю, и как-то там закручиваю, вот, но сюда мы все получаются, вот, но прикол в том, что без воды не могу, вообще не могу, потому что я не снижаю нагрузку, то есть я не снижаю ничего, то есть такой же день абсолютно, но плюс еще сверху. Ну да, да, это другое дело, да, 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 я вот здесь, вот здесь я себе сделал, чтобы четверг у меня, у меня понедельник и четверг выходные, четверг у меня выходной, и поэтому я, я занимаюсь своими делами, но это, я не встречаюсь с людьми, вот с тобой сейчас исключение такое, я имею в виду во время голодания, и это самое, да, так, если бы я, хотя я вот, я писал в посте, на который ты обратил внимание, что вот, где я написал, что я голодаю, и у меня было, я четверо суток вообще не на воде, на сухом сидел, так я работал в это время, интересно, что я работал, ну, правда, я, ну, правда, я, ну, это еще по молодости, сейчас, наверное, не факт, что я бы так смог, все-таки, ну, это, это реально очень не экологично, в каком плане, я, я просто себе, вот, обычный день, я сажусь, работаю, там, час-два, без питья, я чувствую, у меня организм приходит такое состояние не очень хорошее, функциональное, я, я просто это ощущаю, я пью кружку, там, чая, или, там, если мне хочется тебя побаловать, кофе, даже кофе, вот, и я чувствую, что просто, вот, просто потому, что там появилась жидкость, он начинает функционировать легче, и у меня мозги проясняются мгновенно, согласен, я вообще не представляю, меня что зацепило, ты сказал, на сухую, это вообще как, я когда, вот это, на сухую голодал, я думаю, ну, трое суток продержусь, смотрю, четвертый получается, думаю, ну, четверо продержусь, и уже все, четверо, четвертый были очень тяжелы, я уже, как бы, на четвертый, я, по-моему, я чуть-чуть поработал, но пошел домой, я говорю, все, я это, мне, я уже не такой, они говорят, ну, да, по тебе видно, ты уже там зеленого цвета, я пришел домой, ванну принял, так моюсь в душу, помню, что я так встаю из ванны, и сознание потерял, думаю, а, ну, уже все, так, хоррэ, дзынь-дзынь, приходим, я вот это, да, пил долго, пил, потом стал, там, есть такое легенькое, ну, так, ну, короче, ну, только я, ну, да, там нельзя сразу, если долго, да, 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 это опасно, я, ну, я даже, вот, когда 36 часов, я и вхожу, целый день я вхожу, ну, то есть я, я в среду посвящаю, у меня в среду такая еда, вот только клетчатка, ну, потому что наш кишечник создан для сырой клетчатки, нам, нам все вареное, оно там пластилином залепляет, и в среду не надо, по крайней мере, и в пятницу клетчатка, клетчатка, я, там, морковку съем, там даже так, знаешь, вот, после сухого, я, ну, я много лет этим занимаюсь, после сухого голодания выпьешь воды, а, только я не воду, кстати, пью первое, но, ладно, это я сейчас расскажу, а так вообще выпьешь воды, и как будто бы водки выпил, знаешь, опьянение такое, и кайф такой, думаешь, как хорошо жныть, как мне хорошо, знаешь, вот, как будто водки, прям, говорю, ну, хотя бы грамм 50, такой прям кайф, кайф такой, я, вот, я забыл рассказать, я же обычно голодаю на сухую, и первое, что я пью в пятницу утром, это полынь, полынь горькую завариваю, если там есть, как американцы, знаешь, в фильмах, у нас гости, вот, если у нас гости, там, у меня внутри где-то, то пусть попьют полыни, потому что они же любят жидкость, они на жидкости живут, все эти товарищи, ну, и они как раз ее будут пить, вот им, собственно, и конец. Прикольно. Это, это горький, очень горький вкус, это такое, и надо быть психологически готовым к нему, ну, потому что-то прям такое, стоишь так, ох, ты ж, блин. Ну, вот так. Да, нет, прикольно, мне батя в свое время, что называется, приучил вот к двум этими вещам, голоду и холодному душу, душу или там. Это обязательно, да, контрастный душ в конце купона. Да, контрастный душ или обливание, там, в общем, это потом меня стало как наркотик, я этот самый, я реально не мог, ну, сейчас полегче, ну, вот. Программа 12 шагов, да. Да, 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 да. На какой-то период я просто не мог, нет, ну, вот когда особенно там нагрузка какая-то опять увеличивается, я понимаю, я не могу, мне нужно это, то есть потребность появляется, ну, вот. А вот период там, по-моему, университета, я прямо это вот, вот, я там с кем-то разговариваю, говорю, слушай, я кофе не попил, я, говорит, не проснулся, говорю, слушай, я тебе завидую, я, блин, не могу, если я на ушах на себя холодной воды не выливаю, я, говорит, не просыпаюсь, ничего не могу. Да, это нормально, входишь и такой, блин, подряд. Это вот редко, вернее, наоборот, редко, наоборот, то, что ты говоришь, редко, наоборот, часто слышно, там, вот это вот такое, какое-то такое пассивное отношение к жизни, вот я с утра, если кофе не выпил, сигаретку не выкурил, я не человек вообще, так может ты, может ты и не человек в этом секрете? Да, может ты сам говоришь, да. И не надо пытаться тогда человеком быть. Ну да, ну у меня, да, у меня вообще, ну так как я достаточно, ну такой, серьезно нагрузки живу, у меня достаточно много всяких таких энергетиков, типа там, есть такая приправа, как пажитник, например, я ее там отдельно просто... Это, я тебе скажу, великая вещь, особенно для мужчин, потому, ну я имею в виду, она и на половую функцию очень сильно влияет. Чайную ложку просто на стакан воды размешаю, он там разбухнет это все, я это все выпиваю. Пажитник стоит копейки, это приправа ближневосточная, она такая, очень вкусный запах такой у нее есть, она добавляется во всякие там масолу, она добавляется еще, терпит такой запах, но есть побочный эффект, кроме того, что вот этого эффекта, есть другой побочный эффект, и она как энергетик работает, очень серьезно работает, ну то есть я ее перед спортом пью, это просто запах, запах тела, вот запах тела, вот если ты читаешь, например, про Ближний Восток, да, вот как эти люди пахнут, они вот так, запах таким орехом, как бы орехом и перцем, что-то такое, ну такой, он специфический такой, знаешь, запах. Восточный запах. Восточный такой, да, вот как вот читаешь там, например, какому дюну, и вот там вот заходят в этот, где они все живут, вот эти кочевники, да, там запах специй такой, вот что-то такое, вот такое, тело источает этот запах на самом деле. Ну а вот такое, там, что это еще, там, лимонник я жую, кислые такие ягодки, ну очень, ну такие тоже энергетические, ну естественно, все это, все это, как бы потом откаты тоже дает. Ну естественно, да, 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 да. Кто там, Леотарокок, я помню, когда... Да, да, у меня дедушка такие штуки делал, использовал. Я просто вообще не тянул. Меня просто все время вырубало в сон. Видишь, у меня этот самый, в семье, наверное, этой семьи пошло, что стимуляторы должны какие-то находить, которые у тебя под рукой, которые как бы сами собой, не полуестественные, а именно естественные. И типа, ну это как, знаешь, как этот самый такой, как неуловка, не хитрись когда самим собой. То есть, естественно, сейчас можно себе позволить, когда надо. Но я и не знал, честно говоря, вот про эти штуки. Поэтому то, что ты мне сказала, для меня такая... Ну знаешь, когда надо спастись, чтобы не кофе... Там все, что нужно, да. Не кофеином, чтобы обдолбиться, да, уже там же у тебя глаза вот такие, и сердце стучит. А вот более какие-то мягкие, естественные, природные, ну они более-менее. Ну зеленый чай, кстати говоря, никто не отменял. Ну тот же самый кофеин. Ну да, про зеленый по умолчанию. Да. Ну я, кстати, зеленый не могу, не всегда могу. Я зеленый, у меня, я просто от него балдею. Я Ленке последний раз, она говорит, ну я тебе, говорит, так и запомнил, что это такое. Она говорит, у меня кружка, ну вот такая вот кружка, и там вечером, да, там зеленый чай и лимон раздавлен. Я так прибалдел от этого напитка, я прям за камнем говорю, ну ты как хорошо, что я тебя ношу. Она говорит, мне ведь не может быть, а мне комплимент не хочешь сделать. Ну и все понятно. Нет, ну это реально прям у меня последнее вот время, это прям то, чего я балдею вечером. Насколько я понимаю, когда раздавленный лимон ты пьешь, то в общем ты сосуды очищаешь. Ну, по всей видимости, я, честно тебе скажу, я плохо разбираюсь вот в этими деталями, только интуитивно вот то, что... Ну вроде бы вот этого загрязнения сосудов, особенно возрастного, вроде не будет. Вроде лимон здорово помогает, лимон там с кипятком или лимон с горячим там. Да, но я знаю, что вот кислота, вот эта цешка, да, витамин С, он разжижает кровь. Я это как бы ощущаю, да, в том плане, что... В шару самое то. Да, 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 да. Единственное, что вот сейчас я подсел на кофе в плане работы. То есть я вот эту же кружку, 6 часов работы, вот я ее пью. То есть цежу там, ну это сейчас не кофе, это чай, но тем не менее. Вот, это да. Это может не очень полезно. Ну это не очень, конечно, полезно, но вот я рекомендую попробовать этот пажетник, да, только без фанатизма, чтобы этого запаха адского не было. А он как бы не адский, но специфический такой, сильный такой запах тела становится. Ну как бы для нас, для белых людей это немножко непривычно, знаешь, так пахнет сильно. Оно вроде и ничего, но как бы... Вот, но тем не менее, рекомендую пажетник попробовать, хотя бы там небольших дозах. А я его, собственно говоря, и в кофе там... А где ты его покупаешь? Где ты его покупаешь? Слушай, кто его знает, моя Катя покупает, ну вот на Азоне, кажется, она заказывает его. Ну он, по-моему, во всех этих магазинах, где специи, по-моему, на сеном рынке у нас есть. Он как приправа. Да, да, и он прям очень недорого стоит, очень-очень недорого. Но вот мы сейчас скажем, да, нас посмотрят миллиарды людей, они будут пажетник покупать, и он станет стоить дорого теперь. Вот, ну потому что он как приправа работает, ну в смысле как энергетик, для меня это номер один такой. И он надолго, он прям надолго. Ну то есть я прям перед тяжелой тренировкой спорта, я его употребляю, и меня после этой тренировки не вырубает, вот так скажем. Ну то есть это прям такой, это мой предтренд. Слушай, у меня вот еще такой вопрос, интересно, как это у тебя в ощущениях. Я тоже вот, особенно когда работал, особенно я помню, по диссеру, когда писал, это, наверное, самая большая нагрузка за всю мою... Наверное, потом было еще что-то такое, но это то, что я запомнил. И я помню, что я вот интеллектуально у меня отрубало функцию, когда я себя физически перегружу. То есть вот бег или там еще что-то. Конечно, да. И я там разные способы пробежки, да, там трусцой, там ты самый и так далее. Я понимаю, что если, например, форсировано что-то делаю или там что-то вот физику какую-то дам, я там первый час работы, я просто вот-вот-вот-вот вхожу в себя, прихожу в себя, у меня функция вообще не тут, я не могу зацепить, зашел, от чего оттолкнуться, чтобы начать работать. Глюкоза, пожег, глюкозу пожег и мозг не работает. Надо глюкозу. Глюкоза. Но лучше всего, конечно, употреблять это в виде. Можно, конечно, там, ну, как бы совсем плохо поступать, там, пить какую-нибудь пипсиколу. Это, она сразу, она сразу долбит тебе в мозг, эту глюкозу приносит, но, естественно, излишки идут в жировую продукцию. Тут же. Сразу же в жир, это обязательно, они пойдут, да. Но, как бы, в качестве такого, или там чай с сахаром, можно. Лучше всего после тренировки вообще банан употребить. И лучше два или три, с водичкой только, потому что кровь, это как раз сгущает, банан сгущает. Поэтому воды надо много. Вот это идеально. Это крахмалистый, чуть ли не единственный фрукт, который крахмалистый. Соответственно, он восстанавливает, восстанавливает твои мышцы. Потому что, если ты глюкозу ешь после спорта просто так, ты мышцы не восстанавливаешь. Оно идет в жир все равно. А так вот бананчик, несколько бананчиков, и мозг работает, все нормально. Ну и, конечно, если ты там, какой-то пробежка у тебя трусцой, организму надо потом восстановиться. Я это как компенсировал в такие моменты. Я бегал спринты. На беге спринты. Немножко. Три-четыре спринта по 100 метровок. То есть ты готовишься. Лучше всего в горку, чтобы колени не убивать. Вот наверх. Вниз вообще нельзя бегать. Ходить тоже плохо. В горку. И просто, знаешь, когда ты рвешь вот эту инерцию, вот этот вот штучек, ну там три-четыре, вообще я пять-шесть люблю их бегать. Но вот если у тебя нагрузка дальше интеллектуальная, такие спринты, они наоборот пробуждают организм. Хочется спать, тебе не хочется лечь. Ты наоборот такой, знаешь, прям на бодряках каких-то. Ты знаешь, это еще может быть какой момент. Вот первое, то, что ты сказал, восстановиться организму. Второй момент, то, что, ну, вот, наверное, сюда же будет входить там глюкозки мозгу. Да, всякого такого. А третий момент еще, если ты, а я, что называется, в свои времена не отчетливо эти вещи осознавал, позднее стал, как бы, ощущать, как дар, потеряно равновесие. Это бывает, что ты даешь нагрузку чуть-чуть выше планки и эмоционально, и вот как фокусировку теряешь. И такой надрыв внутренний делается, небольшой. Но из-за этого ты теряешь сосредоточенность. И фокусировка, когда ты потом успокаиваешься, она у тебя восстанавливается. То есть нужно ей время, чтобы она, ты опять вот в это в себя пришел. Это ты расстежил. Расстежил прийти в себя, да. Да, 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 да. Вот это вот, когда нервозно это делаешь, не собрано, вот это равновесие теряется. Да, потом действительно тоже бывает трудно, такое расфокусированное состояние немножко, когда поплыл. Да, это тоже может быть. Но по поводу равновесия точно так же работать в другую сторону. То, что ты говоришь. Я диплом когда писал, а когда сильно много пишешь, я встаю и начинаю все углы задевать. Я ничего не соображаю, у меня в голове какая-то вата. Мне Катя говорит, слушай, ты поспал? Я говорю, я пошел в спортзал. Говорю, ты с ума сошел? В таком состоянии сто процентов, правильно. Ты травмируешься? Я говорю, нифига не травмируюсь. Я пошел в спортзал, беру очень тяжелый вес, я его поднимаю, стану его тягу поделал. Все нормально, я прежний, все нормально. Я координатируюсь в пространстве, все хорошо. Я наоборот отдохнул в спортзале. Вот как ни странно. Казалось. Да, да, да. Ты же убьешь себя. Ничего подобного. Заземлился. Заземлился, да, да, очень точное слово. Это у меня тоже фигня такая. У меня она практически, ну, если не постоянная, на работе ходишь, у меня тоже, особенно если вот какая-то работа, ты ее тянешь там месяц, два, три, и ты ее удерживаешь, себе передаешь как бы изо дня в день. И вот эта фокусировка тебя отрывает, вот то, что ты говоришь, заземлиться. Она тебя отрывает от каких-то вещей, которые на самом деле, ну, вот ты с ними. Так, 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 алло, 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 куда все делось? А я вроде, ну, общаюсь там. Так, я пропал, да, по звуку? Прервалась. Ну вот, да, заземляюсь. Ленка говорит, что ты, говорит, это еще не пришел. Я по себе чувствую, что я как бы, я здесь общаюсь, а мозги там работают. Да, да, да. Эмоционально еще сюда не этот самый, да, не пришел, не заземлился здесь. Да, такая штука бывает. Вот эта вся штука, о которой мы говорим, она же четко ложится на, если ты, вот читал Фуко, вот эти исследования удовольствий. А, подожди, что я говорю исследования? Исследования сексуальности, использования удовольствий. Не читал? Нет, тесно говоря, не добрался. Я до Фуко и Делеза не добрался. Обалденная вещь. Он исследует именно четыре основных афродизии удовольствия для древнего аристократа, античного аристократа. Знаешь, это потрясающе. Первое удовольствие, это вот то, что мы говорим, это диететика. То есть от слова диета. То есть как обращаться со своим телом вообще, не только с едой, но со своим телом. И именно в чем его фишка? Он там как бы понимает, понятно, что там видно, что он Аристотеля очень сильно читает, что он очень сильно читает диалог алкевиат, когда Сократ с алкевиатом общается. Потому что там вот эта фраза знаменитая «забота о себе». Ты имеешь в виду Платона или Аристотеля? Платоновский. Вот эту заботу о себе Фуко выводит очень классно. Первая забота о себе – это забота о теле. И в чем эта забота об удовольствии? То есть это удовольствие. Тело – это удовольствие. Мне нравится посещать баню, мне нравится заниматься спортом, мне нравится драться, может быть. Мне нравится кушать, конечно. Я очень люблю пить и так далее. Алкоголь – это же культура пира, культура симпозия. И самая фишка – благородный или достойный господин, благородный муж, он должен уметь вовремя останавливаться и притормаживать. Но это не значит отказываться. Это тоже аскеза от слова «аскеза» – упражнение. Но это совсем не средневековая аскеза. Это когда я себе даю все удовольствия, которых я хочу. И вовремя… Сохраняя меру. Вовремя, да. Вот эту самую фалесовскую меру. То есть я умею становиться. И я умею притормозить так, чтобы, наоборот, долго их продолжать. Ну то есть вот эта вся история, как быть достойным, в том числе со своим телом достойно обращаться. Это тема, да, одна из сквозных, там, у Платонов, в связи с Сократом. Говорит, пил со всеми везде и много, но никто не видел его пьяным. Не видел его пьяным, все засыпаются, валяются, он с кем-то разговаривает, разговаривает. Он только вот… Энергия повышается, энергетический вот уровень у него. На самом деле это очень просто. Ты можешь пить наравне со всеми, но тебе никто не мешает пить при этом горячее питье. Горячие напитки, чай, воду горячую – все это сразу разжижает. Ты трезвеешь, и тебе просто хорошо. Ну это я уже знаю, это уже многолетнее такое использование этого удовольствия моего. Симфозия. Ты просто… А если забываешь про это, забыть ты довольно легко, да, в этом потоке наслаждения. И как бы ты уже такой оп, и все. И уже там, например, в моем случае коньяк меня победит. Ну коньяк, мой любимый напиток, коньяк меня может победить уже. Но Сокро, он же классно говорит, если ты постоянно упражняешься в этих аскезах, то, разумеется, время от времени ты проигрываешь. Это, говорит, нормально. Но главное – повышать процент выигрышей. И тогда постепенно ты становишься хозяином этого дела. Господин. Я, ну в 21 веке, конечно, такая тема для меня все эти штуки, я вот, у меня товарищ, это вот, кстати говоря, Куринский Митя, он в эту восточную традицию достаточно глубоко погружен, в китайскую и все такое прочее. Он, мне кажется, сегодня добавил в друзья, или я путаю, твой друг какой-то. Ну, скорее всего, да. Если Куринский, Дмитрий Города… Найти, похоже, что он, да. Вот буквально пару часов до этого. Ну ладно. Ну вот мы как раз переговаривались на этот счет, что надо будет встретиться. Там сейчас поездки, дела, бог с ним. Вот сейчас у всех какие-то эти самые окна, пробелы. И он, вот это ощущение, как бы он использует чайную церемонию. То есть у нас вот этот момент симпозиума, а он использует чайную церемонию для создания атмосферы и формы. Они же очень красивые, эстетские такие. Да, 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 да. Для создания вот этой атмосферы, в которой возможно общение и мышление. Да, ну по сути такое диалоговое, коммуникативное, но все-таки мышление. Вот, и тут, конечно, да, у каждого свои. Я просто всегда, ну, обычно большие кружки пью. Вот, а я не привык. А там же... И дискомфортно. Да, 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 да. Ты пьешь медленно, и ты пьешь их много, все равно много этого чая. Да, то, что много, меня успокаивает хотя бы. Это русская душа, да? У них там всего мало, они кузнечиков едят, да? А нам надо вот такими бедрами чай пить. Вот, я понимаю, что это, ну, с точки зрения культуры, это бескультурно. Вот, но... То есть у меня ощущение такое. Так, налейте мне кружку, я буду цедить. Что-то такое. А тут ощущение другое, конечно, форма другая. И это, конечно, может быть и правильно, потому что, ну, как бы это утончает внутреннее состояние. То есть он становится менее размашистым, как это ни странно, ни наоборот. Ты более точен, более собранный. Это вот я музыкой занимаюсь с Томой, и вот я вот это размашисто начинаю петь, она говорит, так, соберись, соберись, ты не попадаешь, ты вообще в другую сторону ушел. Мне кажется, вот же оно, вот же напор, вот энергия, а я уже мажу там во все стороны. А надо попадать, надо быть точным, более собранным скорее. Да, и вот это здесь дает, да. Это здесь дает. Единственный, как бы, нюанс состоит в чем? В том, что вот это одна форма, одна логика в этом смысле и общение, и проживание ситуации. А для меня больше 8 вот это, это что такое? Это погружение. Да, на дно чашки с одной стороны, а с другой стороны погружение в состояние. То есть ты находишься не на поверхности и не удерживаешь равновесие, а ты как раз-таки из равновесия уходишь туда, куда нужно погрузиться. Моя цель обычно, ну, я думаю, не только у меня, это как раз-таки погружение куда-то. И мне вот такие образы, грубые, может быть, немножко, да, они дают нужное ощущение того, что я ушел. Как у Гегеля, помнишь, ночная шахта, да, у него что-то сновидение? Да, 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 вот это то. Ты показываешь колодец такой. Да, по сути, так и есть, 100%. Вот, очень точный образ, потому что реально ты, как бы, вот эта медитация, да, такая, ну, в западном смысле слова, она вот про это. Да, в любом, наверное, даже, что все равно это погружение, ну, некая сосредоточенность. Слушай, знаешь, что, я вспомнил Канан Дуэля, помнишь Шерлок Холмс в рассказах какой? Не в фильмах, а в рассказах, он же, чтобы думать, он начинает много курить, запрется в комнате, там Ватсон заходит к нему, там дышать нечем, его не видно где он, а он скрюченный сидит и курит, курит, курит и думает. То есть, вот он внутрь себя, видимо, как-то уходит. Канан Дуэль, возможно, даже себя этот момент описал. Нет, ну, такие штуки 100% берутся вот для, через личностный этот опыт. Это, вот я крошку показывал, да, опять-таки, у Шерлока Холмса, это такая парафраз обыгрывания мифологических всех этих вещей, связанных с не орудием, да, а предметом силы. И крошка, конечно, не шибко подходит на это дело. А, фетиш. Как, как? Ну, фетиш-то такой, да, вот. Да, 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 какой-то предмет, через который ты входишь. Входишь. Ритуальный. Да, да. Ритуальный, да. Колпак кто-то одевает, как у Монтэня, да, вот это. И он, это процедура, ритуал, через который он входит в особое, вот этот режим, да, в состоянии состояния, ну, режим внутреннего какого-то функционирования. И там у Мамардашвили трубка, да, которую он на лекциях, как известно, держал, но не курил. Ты же держишь, и все, она с тобой уже. Да, все. И вот эта точка, как бы, это опора, через которую ты можешь погружаться. Мультик, вот мультик Норнштейна, я считаю, самый великий мультфильм всех времен и народов «Ежик в тумане». Ты помнишь, как он держался за этот узелок? Узелок, да, да, да. Та же самая история, когда я путешествую в этом путешествии, мне нужно держаться за то, как бы, с чем я потом могу выбраться. Или что могу вернуться. Вернуться, это мой возврат, поэтому, когда он потерял, он в панике, а собачка принесла ему потом. Да, есть, да, очень похоже, да, здесь используют как инструмент входа, а здесь как инструмент не потери себя, да, вот в этом все. Это, в общем-то, история, на самом деле, про то, чтобы не потеряться в шизофрении, потому что мы с тобой интеллектуальные гении, да, мы с тобой люди интеллектуального труда, мы, на самом деле, мы заходим в такие позиции, где шизофрения не очень далеко, на самом деле, находится. Вот, например, известный факт, да, он расхожий, да, математики на ура болеют шизофренией, потому что абстрактное мышление абсолютно оторвано от предмета. Я, когда ребятам рассказываю, что вы не представляете, насколько мышление вредно для здоровья, они смотрят на меня большими глазами и не понимают. Я говорю, вы попробуйте, например, хотя бы две недели что-нибудь интеллектуально, однонаправленно делать, потому что это не медитация в восточном смысле слова, которая тебе дает силы, которая тебя расслабляет, раскрепощает и в то же время сфокусирует, как ни странно, а именно ты как бы паразитом вгрызаешься в свою натуру и сосешь отсюда соки, и этими соками питается твоя мысль. Если ты не можешь высасывать из себя эти силы, ты не можешь создавать эти конструкты, ты реальным паразитом становишься. Ты свою тушку фактически отдаешь на растерзание вот этой интеллигенции, ну то есть я имею в виду... Да, 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 вот этим конструкциям, через которые, да? Да, да, да. И тут, конечно, вот хорошо уметь заботиться о себе в этом смысле. Ну не только тут вообще хорошо, но... В принципе, да. Это особая такая дисциплина, то есть не забывать вот про такие вещи. Потому что, как сказать, ну это особое очарование залезть в не то что в беспредметные, в неощутимые вот эти конструкции и погрузиться в их красоту. И там уже, ну запросто можно не выбраться, очень запросто. Я по себе это хорошо уже знаю, ну потому что это заводит. Так это, это я с дарт такой туда зайти. Это же, ну... Попробуй. Это такой кайф. Попробуй. Ну да, во-первых, попробуй. А во-вторых, и пребывать там, это уж такой кайф. Выбраться-то как бы из процесса вроде как и можно, но потом вроде так уже интересно. Это что-то напоминающее даже, может быть, виртуальную реальность. Ну, по сути, так и есть. Только реальную виртуальную реальность. Реальность. Потому что ты ее на себе, да. Это вот как материал, да, это у этого, у Федоровицкого была идея, что мышление это как бы то, что как бы оно не привязано к индивидууму. Оно может быть как бы напылено на массу, например, так, то есть оно не привязано к субъекту. А здесь идея состоящая в том, что вот ты либо входишь в этот режим и тогда себя делаешь средством для мышления, да. Вот если ты себя можешь в этот режим мышления переводить, то тогда ты знаешь, что такое быть средством к чему-то другому. Но у него состоит в том, что ты же при этом расходуешься. И если ты не будешь себя восстанавливать при этом всем, то есть не будешь возвращаться и правильно это возвращение делать, если у тебя достаточно, как это сказать, вот по большому счету это очень, ну ты же про шизофрению говоришь, мне больше это напоминает невротические состояния. Вот это интеллектуальные все эти состояния. Да, шизофрения в каком-то смысле это не психоз, а невроз в каком-то смысле. Вот какая шизофрения. То есть в шизофрению прямой путь из невроза как раз таки. Почему? Там начинается игра в слова, игра в смыслы, которые уже отрываются от предметов, которые можно пощупать. Вот помнишь это у этого, господи, взял и забыл, это не трубка, у картина... Хочу сказать мунг, но не мунг, ну кто? Ну даже если сейчас скажешь, я все равно не знаю. Чувописец знаменитый, я просто вот взял и вылетела из... Ну все, не могу вспомнить. Там что-то нарисовано, да? Нарисована трубка и их надпись. Это не трубка, понимаешь? Это игра такая. Это как бы такой метафора, символ, что называется быть в шизофреническом состоянии, да? Да, да, да. То есть вот шизофреник предпочтет даже без изображения остаться только с этой надписью. И вот это не работает. Ему даже интересно эта трубка. Понимаешь, все, он будет этой трубкой вот этими словами играться. Шизофреник обрывает вообще весь интерес к внешнему миру. Ему интересна вот эта мыслительная деятельность. И она же завораживающая. Я же общался с шизофрениками, они такое рассказывают. Вот это потрясающие конструкции. Просто потрясающие, понимаешь? Они рассказывают про бытие, они рассказывают про ничто. Они гениальные вещи рассказывают совершенно. Но они выбраться из них не могут. Они не могут этим управлять. А ну все, она захватила их. И в этой волне их крутит, постоянно крутит. А ему и хорошо. Он не собирается выходить из этого круговертия. Вот то, что ты описываешь, я не так давно, наверное, с месяца, пару назад, такого человека слышал. То есть то, как он тонко различает все эти вещи, я понимаю. Действительно, там есть смысл в том, как он мыслит. И как бы интеллектуально подкован в значительной степени. И я понимаю, что в этом есть смысл. Но как только его пытаешься заземлить, сделать привязку к пользе, например, к общению в данной конкретной ситуации, он мгновенно соскальзывает и снова переходит на вот это движение. Он даже не соскальзывает. У лакана это называется он отбрасывает. Вот то, что ты ему помогаешь, он отбрасывает. И общаться на каком-то здравом смысле здесь оказывается практически невозможно. Невозможно. И как-то не то же использовать это, вот это тонкое развлечение, которое он делает, оказывается, но оно часто может оказаться разрушителем для общения. Потому что мы в общении таком сложно, мы это слышали с ребятами тогда. И пользу вытащить нельзя. И вроде и откинуть нельзя. И вот такая вот... Откинуть тоже нельзя. Понимаешь? Это ценно, то, что он говорит. А как это привести в нашу жизнь, тоже большой вопрос. Ну, как будто бы можно. Не знаю. Ну, вот, да. Такое у меня складывается впечатление, что шизофреник – это пророк в каком-то смысле. Вот он пророчествует. Вот он в этих словах, он внутри языка, он все. Он только там как бы некий нарциссизм через шизофреника, язык сам с собой начинает общаться. Он в шизофреника язык как будто как в зеркало смотрит. И то, что там есть личность, это все мы выбросим. Это не надо нам, то, что личность. То есть, главное, вот эта вот игра языка идет, и он как бы в этой логике языка, он пророчествует. То есть, он смотрит на тебя и говорит о тебе то, чего он не знал до этого. Он как бы прозревает как бы. Вот такая у него штука есть. Но там как бы вычленить зерна, которыми ты можешь воспользоваться, и вычленить их от бреда довольно тяжело. И если вообще возможно. Еще большой вопрос. Ну вот психиатры же там описывали, я же не помню у кого это, я читал, возможно, Марилу из Фон Франс, не уверен. А вот она говорит, шизофреник вот лежит в психушке, в смысле, два в палате, один не ест, перестал есть. Вот ему почему-то кажется, что есть нельзя. А шизофреник говорит, вы измельчите второй в палате, в бутылку, говорит, сложите всю эту еду в бутылку. И из бутылки он будет это вот употреблять. А они уже, ничего на нем не работает, они уже попробовали вот так. Он стал вот есть из бутылки, прямо вот так вот сыпет в себя и ест. Они ему говорят, как ты это видишь, почему? Он говорит, ну видно же. Понимаешь? Ну понятно. Он говорит, ну понятно же, что он так, он нуждается, чтобы из бутылки. Вот шизофреник такой, он смотрит куда-то за. А вот за тушку, за тело, он как-то в другое смотрит. Просто для вот этих вещей свойственно, вот то, что ты говоришь, это интересно. Потому что для меня вот этот момент осознавания в момент речи, это такая, достаточно важный опыт. Потому что это один из фундаментальных опытов вообще, ну вот, диалогового общения, да, и мышления внутри диалога. И здесь момент для меня какой. Все-таки, все-таки, важно, наверное, различать моменты, когда речь толкает мысль, и она как бы заставляет интенсифицироваться внутреннее состояние, и заставляет как бы особый фокус создавать, особый фокус. Фокус, который на тебе не собран, и более того, тобою, твоим оно, да, как этого Ницше, он не используется. А как раз-таки ты как бы через эту интенсивность, да, то, что у поэта, да, есть речь или письмо этого графомана, а есть, или там какого-то поэта, который сочиняет, он все, у него, он все, стихи, стихи, стихи. И тут же вроде бы то же самое, но вот то, что мы называем настоящий поэт-гений. И это будет два, ну, несовестимые пира, да, потому что в первом случае он паразитирует, в буквальном смысле, на себе и на речи, чтобы не видеть вот эти тонкости, различия. И этот большой красивый мир часто используется как такая подсветка, на которую ты фокусируешься, и за спиной там же, который тебя мучает, терзает. И ты, как красиво, а сзади, это способ не смотреть туда, не оглянуться, потому что ты повернешься, ты сломаешься, и ты знаешь, что-то нутром. У меня было как-то общение с людьми, которые мне прямо говорили, что говорит, я, говорит, вот это делаю, 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 сам боюсь. Я боюсь, что я вот в какой-то момент, я расслаблюсь, и оно прорвется. Вот это расслаблюсь и прорвется, и они вот в этом напряжении, там, переизбыточном каком-то, они постоянно могут пребывать, и думая, что это вот некий такой дар, или какая-то экзальтация поэтическая. Но при этом в этом нет ничего, кроме самообмана и лжи. Лжи, причем искренней. Даже часто отчаянной, вот это особенно, как это, даже не трогает, а пронзительно, когда это у человека отчаянная попытка. Он верит в то, что он поэт, например, или еще кто-то, и он экзальтированно в это вбрасывается, но за этим боль какая-то скрывается, которую он пытается как-то, знаешь, замазать, как этим алебастром дырки внутри себя. Ну вот. А тут же рядом, например, можно ту же самую боль, но которая открывается человек, и оно у него, он речью ее начинает, он ее придает ей форму. А что значит придать форму? Отказаться от себя. В каком-то смысле он в речи погибает. Это же самый простой способ обезболивания, когда ты кому-то начинаешь говорить. То есть ты придаешь форму боли, в каком-то смысле ты ее от себя отслаиваешь. Оформив ее, ты ее передаешь другому и говоришь, смотри, и ты чувствуешь, и ты в какой-то момент как бы зрителем становишься. Оно выводится из позиции, в которой оно живет тобою, и тобою как бы пользуется, в позицию, в которой ты это видишь перед собой, и хотя бы на долю секунды освобождения чувствуешь. Вот оно теперь, оно не в тебе живет, и теперь ты как бы понимаешь, пока ты это не понял, пока не осознал, оно использует тебя. Это понимание тебе дает возможность утешиться хотя бы на какой-то промежуток времени. Эффект терапевтический, не мною придуманный, от общения с психотерапевтом или с врачом даже. Бог с ним, это профильная задача с психотерапевтом пообщаться так, чтобы терапевтический эффект был. А тут с врачом общаешься, или даже с хорошим другом, хорошо тебя близко знающим, который или промолчит в нужном месте, или фразу бросит ту, которую тебе нужно, чтобы оно у тебя собралось, и ты вдруг... Да, спасибо. Вот это. И вот эти два, с одной стороны, вроде общий опыт использования языка для утешения, но они такие близкие, это вот то, что я недавно делал лекцию для ребят этих иностранцев, ну поскольку английский у меня все-таки не ахтевый, я сначала делаю лекции на русском, потом то же самое делаю на английском. Вот, и там вот как раз это образ зеркального двойника. Для меня вот то, что мы сейчас с тобой нащупали, это я схватываю через зеркального двойника, когда есть подлинник условный, да, ну понятно, это метафора, и копия. Вот тот, там, условный наш шизофреник или невротик, который пользуется языком, он пытается сделать то, чтобы, например, поэт там или философ, условный, ну, настоящий, ну, какой-то, который прошибает через это что-то другое, большее, чем он сам, совершенно по-другому. Он пытается прорываться, но цельность, вот это его слова поэзия, не доходит до поэзии, она остается графоманством. Он не может отказаться от себя, он не может нащупать себе то, через что, на самом деле это и преодолевается, как более. Ты помнишь, по-моему, у Юнга, да, поправишь меня, по-моему, у него, говорит, есть, как это, все проблемы личности не такие, которые решаются. Не дословно, но смысл такой. Я эту фразу... Личностные проблемы, это те, которые перерастаются. Вот это перерастать, это вот то, что, да, есть методы и формы, которые нужно выстрадать. Форма, в смысле решение, в смысле осознанность, да, вот это. То есть, если ты это не выстрадал, это что значит выстрадал? Это означает, что ты нащупал в себе что-то. Ну, то, что интуитивно, я обычно таким ярлычком познаю нечто большее в себе самом, да. Что-то, что дает тебе силы, когда ты вроде как не мог, не мог, не мог, ба-бах, надо, и смог. Вот это интересно, то, что ты шизофрению с графоманством сравнил. А действительно есть параллели, вот я замечал это. Когда шизофреник начинает разговаривать, он остановиться, как бы не хочет, не может, он начинает упиваться, как бы. Есть такое дело. А интересно еще, что ты Юнга привел. В общем, у чувака-то побывал он внутри шизофрении, он же прошел ее сам. У него было. Его накрывало что-то, сильные такие психотические состояния начинались. Мертвые там к нему заходили в комнату, он проповеди им читал. Ну, что-то такое там было. И он как-то прожил ее. Он выжил. Есть книжка классная, прям шикарная книжка. Барбара О'Брайен описывает свой случай шизофрении, как ее это накатило на нее. И она прожила это. Называется «Необыкновенное путешествие в безумие и обратно». Ну, круто название. Вообще шикарная книга. Причем этот случай шизофрении, он такой, как типичный. То есть ты читаешь, и ты не можешь не поверить в то, что это правда. То есть это она увидела реальность. От первого лица, да, взгляд? От первого лица. Представь себе, вот человек просыпается. Ну, я вижу, у нас время сейчас заканчивается быстренько так пару минут. Человек просыпается утром, да, и кто-то разговаривает. Они говорят, вот она проснулась, вот она там начинает вставать. А что это она замерла? Слушайте, кажется, она нас слышит. Нифига себе. А у нас что, перегородка полетела? Блин, опять это самое, вызывать ремонтника надо, перегородка полетела. А она такая, что происходит? Какого черта? Вы кто? Они такие, блин, она реально нас слышит. А там целая команда людей. А она говорит, вы кто? А они такие, ну, блин, ладно, тогда признаемся. Мы твои операторы, мы тобой управляем. А она такая, какого? Они говорят, ну, как бы у каждого человека есть свои операторы. Мы сидим в квартирах, там управляем, там вот это все. Понимаешь, да? И он начинает в ужасе. А ты читаешь и понимаешь, что, блин, как это похоже, что так все и есть. Нет, в жизни она всегда такая. Она такая, обладает какой-то невероятной достоверностью. Да, есть такое. Есть. Общая, очень часто, особенно если внутренние люди, которые вот в этом состоянии находятся, внутренние с этим какие-то моменты преодолевают, но не до конца они могут даже убедить тебя в том, что они правы. Да, 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 могут. Это очень реалистично. И ты на какой-то период времени можешь такой, так, стоп, что происходит? Нифига себе. И то, это приходит не сразу. Если можешь втянуться туда и поверить, вот, 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 по крайней мере, то, что, ну, насколько у меня этот опыт есть, если я правильно знаю эту ситуацию, то это реально очень реалистично. Это реалистично даже не, ну, все реалистично, когда от первого лица, когда от первого лица, вот, но здесь именно вот, именно рациональная аргументация очень крутая. Там есть, да, оно очень достоверно. Прямо ты так смотришь и, ну, как бы, и не опровергнуть это вообще никак. Все ходы записаны. Есть классный фильм «Погонщик животных» или как-то так называется. Тим Ротт, главный герой, он таксист, и он встречает стариков таких, они три француза старые, с них начиналось кино. Вот еще тогда немое кино они снимали, когда были молодыми. Они говорят, мы отправляемся в крестовый поход за кино. Мы едем умирать. Поехали с нами. Он поехал. Он спасает все и поехал с ними. И у него случается видение, он иногда видит ангела. И он, ангел, как ребенок с крыльями, он никак не может разобрать, что это значит. И он встречает в этой поездке свою любовь. Сейчас спойлер, забабахаю. Вообще-то фильм хороший, но все равно забабахаю, спойлер. Вот, все. Зрители, кто это? Если кто хочет посмотреть, вот здесь выключайте, смотрите, потом включайте. И он встречает свою любовь, прям, ну, девушка такая. Вот он, ну, как, он всегда, видимо, ее искал. Он прям вот как-то вот проникается к ней, она к нему. И он сидит с ней и видит ангела на обрыве. Он говорит, я понял, это знак, я должен туда прыгнуть. Она говорит, мы же с тобой только что познакомились. Нет, говорит, все к этому шло. Ну, чисто шизофреническая логика. Все к этому ушло. Он хочет, чтобы я прыгнул к нему. И он садится в машину и с обрыва падает и разбивается. Конец фильма. Дальше кадр. Эти старики, которые, они уже умерли. Они все еще снимают кино. Ангел сидит, смотрит. И Тим Рот этот подходит к нему и говорит, привет, я прибыл. Он такой, а чего ты прибыл? Он говорит, ну, ты же меня звал. Он говорит, я тебя не звал. Он говорит, ну, ты же мне знаки подавал. Он говорит, я сидел и сидел. Я вот смотрю, как это. Он говорит, так ради чего я умер? У меня там любовь всей моей жизни. Он говорит, ты дурак. Он говорит, а что мне теперь делать? Он говорит, а что тебе делать? Ты уже умер. Сиди теперь, смотри, как они кино снимают. Конец фильма. Вот это очень похоже на эту шизофрическую логику. Понимаешь? Все сходится. Но только это не про то. Да, да, да. Все правильно. Все знаки на своих местах. Но не про то. Просто это не про то. Я тебе не подавал никаких знаков. Я просто сидел там. Так что, короче говоря, я думаю, что наша сегодняшняя встреча была посвящена заботе о себе. Что надо вот как-то... О взрослой. Там понятно, ангела видишь. Вот это все. И какой-нибудь голос тебе скажет, пойди, сожги своих родных. Ну, это же не значит, что надо, что... Ну, как бы, надо, что... Ты дурак. Как ты дурак. Взрослый – это тот, кто... О! Формула. Взрослый – это тот, кто понимает, что за пределом этого есть что-то еще. Который может тебе сказать, блин, что ты делаешь? Ты дурак, что ли? Да, вот это не исчерпывается всем этим сидящим ангелом. Ну, видел ты сидящего ангела. Это чудо. Это потрясающе. Окей. Но вообще есть еще и другие аспекты жизни, да? Что ж ты делаешь-то? Да, 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 да. То есть взрослый говорил устами этой девушки. Взрослый говорил устами этой девушки, да, в этом смысле. Это шанс был у парня. У него был шанс, а он его прокукал, да? Да, да, да. Это на самом деле был шанс в том плане, чтобы повзрослеть и избавиться от болезни. Ну, вот. И неиспользованной возможности. Тем не менее, фильм шикарный. Я лично смотрел его два раза, второй раз мне не повредило, что я знал концовку. Поэтому… Хорошо. Ну что, на сегодня завершаем? Да. Поговорили. В следующий раз поговорим про образование, да? У нас есть много мыслей и много… Да, образование, Лакан у нас так это, на перспективе. Да, у нас Лакан. Но, да, без него мы никак не обойдемся. Пока что я тогда не резюмирую, а как бы вброс такое сделаю. Мне очень нравится Лакановская мысль, что желание может быть только сюрреалистическим. Оно не может быть таким уж прям вот тут ошним лежать на поверхности, оно может быть сюрреалистическим. И вот интересно, а как же это… Интересно. Как же это сочетать с этой вот заботой о себе? Вот тогда это будет, наверное, по-взрослому. Это не будет ни позой, ни высером. Да, да. Ну, я думаю, это фактически как этот эпиграф в следующей встрече. Да. Все, слечи Лакан. Слечи Лакан, даже не разговаривала. Лакан. Будет Лакан. Будет Лакан. Там, где Лакан, там и Гегель будет. Кстати, который тоже, судя по отзывам, переживал что-то в молодости похоже на что-то такое. Что-то было у него там такое. И он вроде как прожил это и прошел это. Вот. Ну, все. На сегодня все. Желаем зрителям обязательно пережить шизофрению. Или туда просто не попадать хотя бы. Ну, если получится. Хорошо. Ну, все. Пока. Пока. Пока.